Так, Валечка, прогноз для вас, я вам обещала, и всё никак у меня не получалось. Ну что, почему я не могла сразу вам ответить, потому что я уже немножко озвучивала в каких-то своих материалах, когда выходила в эфир. И очень как-то стрёмно, я о себе говорю, я ощущаю понимание родовой энергии. По-видимому, мама очень сильно за вас переживает. Понятно, что она в Таллине, а вы где-то в Дании. Может быть, потому что она прекрасно понимает, какая обстановка в мире, что вы там замёрзнете с сыном. Ну и вообще, ну сами понимаете, не очень-то хорошая жизнь и мир нашу планету ждёт. Очень сильно она как-то вас оберегает. И такое впечатление, что у неё, наверное, есть привычка гладить вас даже по голове. Может быть, это осталось с детства. Это мои ощущения, это то, что я хотела вам передать. Могу сказать сразу, что надо как-то ей больше уделять внимания. Я знаю, что вы с ней общаетесь, но не загружать её проблемами. Ну, я думаю, что человек должен жить ощущением того, что у нас с вами всё хорошо. Мы всё-таки дети и... ну очень сильно. Я просто сужу ещё по своей маме, как она ночами из-за меня не спала и что происходило. Давайте я, пожалуй, начну сразу с каких-то кармических узлов. Я сделаю немножечко для вас прогноз. Ну, во-первых, вы сами немножко сильно переживаете за всё то, что происходит. Это волнение и по пустякам, и, как говорят, за всё, за что придётся. Сейчас, секундочку. Вот так. Сейчас я попробую вам разложить, дать информацию, потому что просто в двух словах... Ну, не хочу я уже давать вам информацию. Так, и здесь, конечно же, вы как личность, ваша реакция, тоже чувствуется вот эти переживания. То подъём энергии, то спад энергии, и непонятно, что и как. Это будет продолжаться где-то до середины декабря, потом в феврале 23-го года по март. Ну, а дальше вроде более-менее это должно как-то устаканиться, да. Что касается областей, какие направления жизни будут задействованы, немножечко так кратенько вам скажу, то здесь прежде всего у вас будет задействован это дети, это реализация, то, как вы понимаете, и как, что, куда. Что касается здоровья, я должна сказать, что вторая половина октября всё нормально, всё будет неплохо, поэтому не переживайте. И до конца декабря 22-го года всё будет по здоровью нормально. Реакция на окружающую среду тоже будет неплохая. И я могу сказать из того, что я вижу посредством денежным, то есть по финансам тоже у вас будет всё хорошо. Вы не переживайте за деньги. Что касается дома, корни дом-семья, как я говорю, это здесь может быть двояко. Это может быть и там, где мама живёт, ну и там, где вы живёте. То здесь, конечно же, очень много непонятного и как бы есть некие переживания. Ну, что делать? С этим надо жить. Что касается партнёрских отношений, вот так пока, да, и в целом, то, в принципе, ну, неплохо. Есть некая такая недоразумение, недосказанность, но немножечко будет ощущаться в начале декабря. Но здесь очень сильно работают ваши подсознательные процессы. Что надумала, то имею. Что касается работы. С работой сложно. С работой сложно. Хотя, если судить по октябрю, то уже, в общем-то, как бы и неплохо. Потом к концу октября вроде с работой будет сложно. Потом в ноябре будет работа, потом её во второй половине не будет. Потом в декабре что-то вроде как бы появится. Ну, а в целом сработать сложно. Но деньги почему-то есть. Может быть, здесь будут какие-то пособия. Может быть, здесь будут какие-то деньги от вашего партнёра, ну, у которого там что-то не получалось. Поэтому в целом, в целом, если судить вот так, всё неплохо. Единственное, что надо научиться, знаете как, перестаньте суетиться. Много каких-то, может быть, сомнительных знакомств, сплетни, какие-то грязные разборки. Особенно могут эти быть разборки с соседями или родственниками. И это всё будет продолжаться по ноябрь месяц этого года. И здесь такое впечатление, что идут некие недопонимания. То есть мышление, разум не совсем работает так, как надо. Но здесь, я думаю, что вы этого и не почувствуете. Но это то возникает, то есть, то нет. Что касается кармических каких-то ситуаций, что касается сомнителей, ну, вот этого всего. Где у нас тут кармические ситуации? Я их тут просчитывала. Так, то здесь у нас кармические узлы проходят через дом здоровья. Я буду вам с точки зрения астрологии. И они затрагивают, сейчас секундочку, они затрагивают изоляцию. Поэтому вот этот период, когда вы у меня раньше спрашивали, что у вас нет работы, что сложно, у партнёра всё сложно. Это здесь у нас северный узел идёт по 12-му дому гороскопа. Это и уединение, это может быть и просто уход в себя. Или же, скорее всего, что здесь попытка Вселенной снять всё, что мешает. Здесь и работа может быть. Почему? Потому что происходит подведение итогов деятельности. Причём это всё должно происходить в уединении. Ну, а для этого, к сожалению или к счастью, Вселенная лишает какой-то деятельности. То есть всё то, что было раньше, поехала, пошла, договорилась, принесла, Ну вот, на данном этапе оно несколько, скажем так, заблокировано. Так, сейчас, секундочку, хочу посмотреть ваши периоды обнуления. Почему так, а не иначе? Почему так, а не иначе? Так, 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 так. Так, секундочку, секундочку, не буду отключаться, чтобы не... Сейчас я буквально посмотрю ваши... Так, сейчас, секундочку, это вам полный возраст хочу ваш высчитать. Так, 48 лет. 48 лет. Ну, я должна сказать, что период... Вы как раз вот 48 лет. Закончился период некой трансформации личности. То есть вы как личность, ваша реакция на всё то, что происходит. И вы сейчас попадаете вперёд, когда продвижения вперёд нет. Вот, кстати, то, что я говорила, тот период, в котором находятся очень многие из нас, и здесь мы ничего не сделаем. То есть представьте, что вот речка, вы здесь находитесь, вы даже не то, что вы с неё и не сходили. Нет продвижения вперёд, и обратно невозможно вернуться априори, потому что мы выросли, мы уже не дети. Ну, если сравнивать в возрастном периоде. Поэтому здесь надо просто не то, что остановиться в жизни, а развернуться обратно. Как я сказала, у вас происходит... Вот, видите, благодаря вам я всё-таки права, потому что я посмотрела ваши кармические узлы, и эти кармические узлы именно в этом периоде работают. Они работают. Это служение, это здоровье, и это изоляция. Нет продвижения. Но это говорит ещё о том, что именно вот этот период, это не просто надо сидеть и ждать, а здесь должна произойти некая трансформация в подсознании, в сознании, в отношениях к близким, в отношениях к соседям, стране, миру, например. Например, несколько такой может быть неуместный. Если раньше вы могли бросить бумажку в урну, и она могла упасть мимо, хотя этого у вас, если что, вы её поднимаете. Так вот, если, например, вы могли её не поднять, то сейчас именно аккуратненько, всё в урну, с уважением и так далее. Пример не из вашей жизни, а в целом. Как обстоит ситуация. То есть всё должно быть корректно, не ущемляя других. Что здесь, что хочу порекомендовать? Не надо идти нахрапом. Как говорится, вот меня заблокировала судьба, она мне это не даёт, это не даёт. А я включу силу воли и пойду через неё. Нет, дорогая моя, не получится. Потому что здесь даже надо самой найти некую разум включить. Может быть, даже самой уйти вот в эту изоляцию. Это не то, что закрыться и сидеть, а принять это как должное. Не бороться. Не бороться. Потому что обнуления нет, но этот период надо пройти. Я думаю, что он у вас должен пройти хорошо, потому что вы должны вернуться обратно, сказать маме, что вы её любите, чтобы она не переживала, ну и так далее. Но не то, что там говорят такие слова, которые будут её ввергать в страдания, в переживания, в бессонт. Ну, вы понимаете, да? Ведь можно маме такого наговорить, что она что-то со мной говорит, как прощается. Наоборот, надо лучше соврать, поверьте. Но главное, чтобы она была спокойна. Далее, что здесь может быть? Высший вариант такой, высокая программа. Вы можете получать тайные знания. То есть вы можете глубже понять суть вещей, о которых вы раньше не понимали, может быть, не знали. Например, если вы врач, то вас может заинтересовать психологический аспект. То есть психология, а это вам интересно. И здесь хочешь, не хочешь. Кстати, некоторые в таком положении уходят в монастырь. Они просто туда приходят на какой-то период. Они оговаривают время и говорят, мне надо вот это время побыть. Или же, если это период, когда невозможно найти самореализацию движения вперед, то просто прийти. Давайте я, может быть, здесь буду приходить на какое-то время, что-то делать, помогать. Это как некая благотворительность. Можно сказать, что это мы бесплатно кому-то там зарабатываем деньги. Потом, спустя какое-то время, люди понимают, что это период наработки неких знаний. Это период наработки или же очищения души и тела. Потому что, во-первых, находясь в таких заведениях, начинает совершенно по-другому работать мозг. Ты понимаешь, что это не просто так. И это достаточно проходит глубокая трансформация. Дальше. Что еще? Ну, здесь именно у вас может быть, что вы можете, например, поступить на работу в какое-то учреждение закрытого типа. Может быть, вы можете просто даже на дому работать. Это тоже возможно. Ну, а что касается здоровья, то здесь возможна отдача кармических долгов. И здесь как бы не надо перетруждать себя работой во время вот этого периода. А этот период, ну, по сентябрь 2023 года точно он будет длиться. Однозначно. Далее. Почему? Если этого не будет, то вы можете просто рассчитаться своим здоровьем. Поэтому здесь по здоровью могут быть какие-то ситуации не совсем хорошие. Но я вам сказала, что в целом все даже очень неплохо по здоровью. Будут какие-то такие... Подождите-ка. 2023 год. Я тогда уж гляну, коль я зацепила ваши кармические узлы. Ну, в 2022 году точно ничего страшного нет. Это однозначно. 2023 год. Да, там будут какие-то ситуации по здоровью. И они прежде всего будут... Что же они будут давать? Это поведение. То есть именно внутренний мир, вот эти психозы, неврозы, всё, что есть. Какая-то попытка поменять жить. Но здесь однозначно будет попытка. И этот период придёт к вам уже... Вот он уже на пороге. Вот, вот, вот. Ну, я тоже дотянула. Сегодня 15-е. Я думаю, что вы уже сейчас в этом пороге. Если говорить с точки зрения астрологии, то это Уран в квадратуре и в оппозиции с Солнцем. Вы у меня кто? Вы у меня... Вы у меня лев. Ну, в общем-то, для вас в такой ситуации Уран это, конечно, сложно. Потому что это планета катастроф, революции. Это планета инфекции. Это планета информации по отношению к Солнцу. То есть к вам. Ну, здесь могут быть и какие-то ситуации с поведением. То есть неуравновешенность. Это будет, конечно же, может наблюдаться. Что ещё? Вспышки конфликтов. Причём между представителями разных людей. Это поколений. То есть вполне возможно, что может возникнуть конфликт на ровном месте. Например, с вашей мамой или ещё кем-то. Ну, вот что-то такое. Что касается партнёрских отношений, то я хочу сказать, что здесь, конечно, судьба, она через вот это сито, решето будет просеивать вас по полной программе. Очень много может быть нарушено. Что может быть ещё? Возможно, расставания. Возможно, какие-то разводы. Но здесь очень интересно. Оно всё устраивается. И именно по, если брать, чтобы вам было понятно, по пятому, как его, дому гороскопа, если говорить, то да, здесь есть некие проблемы. И с этими проблемами придётся жить. Так, секундочку. Сейчас я посмотрю, кто мне тут пишет. Так, потому что после, после. Так. Сейчас, секунду. Так. Секундочку. Я сейчас немножко занята. Чуть-чуть, ну, через минут 10 я вам ещё, с вами свяжусь ещё. Извините. Поэтому здесь вот такая вот ситуация. Сейчас сделаю беззвучный, потому что после эфира очень много пишут. Так, теперь смотрите, на что надо обратить внимание. Здесь надо обратить внимание на то, что ничего сложного не происходит в данной ситуации. Потому что одной рукой как бы забирает судьба, другой рукой даёт. И, может быть, вы решите куда-то даже поехать, как бы будете думать о переезде. Такое тоже возможно. Это прослеживается. Поэтому нетерпимость. Вы не хотите пристраиваться, приспосабливаться. То есть, знаете как, надумала, значит надумала. Ну, здесь, может быть, два партнёра у вас. И не только по бизнесу, как бы. Где-то что-то может быть. Но здесь прежде всего надо приспосабливаться ко всем. Вы львица у меня, и вам очень сложно. Вы не терпите никаких таких, как бы, отрицаний. То есть, вы хотите доминировать. Поэтому здесь вам период где-то, начиная с ноября месяца, вы многое будете предвидеть, многое будете предчувствовать. И, в общем-то, можете учуять некий свой шанс. А если точно, то это будет с 4 ноября по 1-22 года, по 1 января 2023 года. Это ближе к концу ноября это будет происходить. Ну, и здесь будет однозначно, здесь жёстко как-то будет судьба давать. Тут же будет происходить некое такое... Знаете, всё равно, как вас закрыли в каком-то помещении без окон и дверей. И нет возможности вырваться. И будет достаточно как-то сложновато. Я вам сейчас попробую показать... Так, 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 экран. Вот он. Давайте глянем по вашему прогнозу. Посмотрите, как интересно. Переживать не надо. По той простой причине, что вот октябрь месяц. Видите, как у вас всё хорошо начинает проигрываться. Это вы как личность. Ваша реакция. Это ваша энергия. Это ваши деньги. Это траты энергии. У вас будет поднятие энергии. Хотя, как я ранее сказала, может быть и сброс. Далее. Мозги. Мозги, мозги. И мышление. И переработка. И передача. И поездки. Вот видите, как всё неплохо обстоит. А вот это у вас корни дом семья. Это окружающая среда. Это какие-то условия внешние, внутренние. Да, здесь есть проблемы. И вот, как я говорила, если брать там по урану, по квадратуре, конечно же, будут, как говорится, я у себя дома устрою революцию. А зачем я у себя дома устрою революцию? А нехай будет. Ну, если вам будет так легче. Так, теперь смотрим дальше. Если мы посмотрим отношения, вернее, даже не то, что отношения, а выражения, творчество, дети, любовь, то здесь, в общем-то, видите, как-то с детьми будет сложно. Труд рутинный не будет устраивать, потому что нет продвижения. Я вам ранее уже сказала почему. Что касается здоровья, вот, пожалуйста, видите, как оно здесь у вас продвигается. Партнерские отношения. Ну, вот вам, пожалуйста, декабрь месяц. Будут какие-то, ну, я уже говорила, что там у вас наклевываются или же какие-то поездки, или же какие-то ситуации, связанные с, может быть, у вас чётко задействованы вот эти все кармические узлы, которые напрямую дают понимание между здоровьем, служением и, может быть, даже придётся за кем-то ухаживать. Вот тоже вполне возможно такая ситуация. Дороги, 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 дороги. С дорогами, конечно, здесь они будут открыты, но вполне возможно, что вы куда-то поедете. Что касается законов, да, что касается закона в целом, то здесь как бы отношений с законом, отношений по декабрю. Сейчас, моя хорошая, я ещё посмотрю. С одной стороны, вроде как бы всё и неплохо, но могут быть какие-то известия и неприятные. Мне не нравится, я говорю, что то далёкое откуда-то, но в крайнем случае поворот к положительному у вас уже есть. Я вам кратенько показала как бы по графикам, да. Поэтому приспосабливайтесь к любым обстоятельствам. Самое главное – это терпимость, это приспособление, это уважение. И, как говорят мужики некоторые, не надо кипишить. Надо всё просто, легко, каким-то образом это всё пережить. Единственное, что страх потери, какие-то будут неприятные известия. И эти известия, конечно же, тоже надо пережить. Ранее я вам уже сказала. Ну, я хочу сказать, что буквально вот ноябрь месяц, октябрь пройдёт, и ноябрь месяц к вам придёт уран уже в очень хорошей позиции. Он соединится с Юпитером и, в общем-то, очень много даст. Это будет, такое бывает очень редко, когда в жизни у вас появятся какие-то положительные ситуации. То есть здесь так, до где-то середины ноября будет всё как-то стрёмно, да. Вот какая-то информация, какие-то… Ну, там больше будет в подсознательном плане работать, а потом вдруг раз – и нати. Даже хочется посоветовать купить где-то к концу ноября, может быть, даже лотерейку, если уж хотите. Но здесь будет работать интуиция, однозначно. У вас знания есть, я вам матрицу делала, смотрите. Именно благодаря вот этому транзиту урана с Юпитером у вас, именно благодаря ему появится предвидение будущего. У вас откроется способность, я уже об этом говорила, шанс. Что-то где-то, куда-то вас вынесет по направлению к счастью, как бы. Ну, будут у вас… Поэтому не расстраивайтесь, не расстраивайтесь. Один партнёр уйдёт, поверьте, придёт другой. И только не надо бежать и его тут же искать. Поверьте, судьба приведёт и всё даст, как говорится. Но при этом будет отсутствовать немножко энергия, но потом это всё восстановится. Но, опять же, надо энергично, целенаправленно идти к своей цели. Я думаю, что у вас появится уверенность в… Вы почувствуете некую землю под ногами, и это хорошо. Поэтому не надо расстраиваться, не надо… У меня только единственное что. Может быть, я не могу объяснить своё видение, почему некая тёмная рука откуда-то тянется как бы как вас погладить. Может быть, это кто-то с потустороннего мира. И это оно проиграется именно где-то, ну, я думаю… Я вот не могу от этого отделаться. Вы мне потом обязательно объясните. Этот транзит, он будет продлиться где-то до начала декабря, потом он ещё придёт в марте. На ребре март-апрель проиграется. А здесь он проиграется где-то в десятых, может быть, до 10 ноября, может, чуть раньше, чуть ближе. Ну, здесь какие-то разводы, разлуки, отношения дружеские. Далее надо быть очень осторожной на проезжей части, потому что вполне возможно что-то может произойти, и работа в коллективе не будет. Я почему-то хожу вокруг и около. Почему? Потому что я сейчас пытаюсь немножко вашу энергетику, а вы вот такая вот вся зацикленная. Вы… У вас попало какое-то слово или какая-то проблема в подсознании, и вы её крутите, крутите, крутите. Заблокируйте её и отправьте. И скажите, чтобы она не возвращалась. Или же, чтобы она сама собой рассосалась. Поверьте, это возможно, и у вас получится. Поэтому перемены. Перемены вас ждут.